После того, как надоела колда, немного наскучила форточкой, она уже требует новый сезон, мне захотелось новых ощущений. Просто бывает такое, что ты начинаешь приедаться к тому, что во что всегда играл, и соответственно, чтобы не терять свою любовь к играм, ты начинаешь искать новую для себя игру, и поскольку я люблю онлайн-шутанчики, так уж получилось, но я натолкнулся на Helldivers 2, которая меня затянула. Я не так часто делаю обзоры на игры, поскольку у меня такое на канале почему-то не заходит, но о этой игре я хочу высказаться и рассказать, чем же она цепляет. Если на этом обзоре будет 2000 лайков, то обзоры на игры будут входить намного чаще. И да, не забывайте подписываться на канал, демократы. Первоначальное знакомство с этой игрой у меня было на одной из презентаций Sony, когда она в целом и заанонсила ее. Я не играл в первую часть, я был не знаком с данной франшизой, и соответственно, какого-то восторга при анонсе второй части у меня, соответственно, не было. Покупка этого проекта была также спонтанной и, скорее всего, неким статным чувством, а-ля все о ней говорят, все ее хвалят, ну, значит, там есть что-то интересное. Такая вот сарафанка — это самая лучшая реклама игры, особенно тогда, когда тебя на это подталкивают еще твои зрители, либо знакомые. Кстати, данный проект является консольным эксклюзивом PlayStation 5, поэтому, если вы думали о ее приобретении, то я вам советую обратиться к ребятам из Technodeus, у которых большой выбор и приятные цены. А еще по моему промокоду JumboMax вам дадут скидку в 1000 рублей на игровые консоли. В ассортименте у них есть айфоны, смартфоны, VR-шлема, конечно же, игровые консоли и прочие гаджеты. Помимо всего, делают доставку по всей России и имеют шуру в Москве, а еще предоставляют годовую гарантию. Поэтому, если вдруг что-то нужно из гаджетов или игровых консолей, переходите по ссылке в описании и приобретайте все в Technodeus. Что вы понимали, проект представляет собой игру-сервис шутера третьего лица с коопом на четверых, где вы играете за адский десант против инопланетных тварей и прочих биомов на разных планетах, дабы защитить суперземлю и нести везде демократию. Веет от нее звездными войнами, где-то пахнет Destiny, в целом обстановка чисто космическая. Это все, что нужно знать по лору, просто поверьте. Сценарий каждого задания крайне прост. Надо что-то захватить, что-то уничтожить, продержаться какое-то количество врагов, что-то найти, перетащить и в конце десантироваться. В целом, с первых минут или глядя на геймплей, кажется, что эта игра похожа на какую-нибудь там войну миров Z, где ты просто не думаешь, стреляешь потому что движется и на этом все. Я тоже так думал. Но не тут-то было. Самая изюминка этой игры заключается в ее механиках, в неотъемлемой кооперативной работе и мелких логических условностей, которые тут просто есть и с ними надо как-то выживать. Для примера, тут всегда включен огонь по своим. Абсолютно все, что взрывается, стреляет, может вас порешать даже какая-нибудь рядом стоящая турель. Если вас убили, то вас воскресить не могут, потому что у вас, во-первых, оторвало руку, ногу и так далее. И в этом случае ваши напарники могут лишь призвать еще одного такого же десанта, за которого вы будете играть. Если у вас еще остались патроны в обойме, но вы подзаряжаетесь, вы выкидываете при этом патроны вместе с обоймой. А они тут просто так на поле не выпадают, они либо находятся на точках крушения, либо на станциях, и чаще всего их не хватает. Все подобные случаи, связанные с оружием, подкреплением и подобными темами, требуют от вас, во-первых, обдуманных решений и использования самой отличительной и главной фишки игры, так называемых стратагем. По-простому говоря, это некий призыв нужной вами штуки, которая вызывается не одной кнопкой, а целой комбинацией, почти как фаталити в мартухе. Нужно вернуть союзника, юзай стратагему. Нужны патроны, юзай именно ее. Но учти, тут тоже есть логичная условность, в которой некоторые стратагемы общие. То есть, если вы вызвали патроны, то они прилетают одни на всех, и вызывать их еще раз сразу, ну, можно лишь только через некоторое время. И, соответственно, думай, когда они тебе точно понадобятся, чтобы их смогли заюзать остальные. И вот эта вот стратегическая тема приносит очень большой кайф вместе с кооперативом. Ибо играя в соло, вас игра может не завлечь. Да, вы сможете приносить пользу своей команде, можете качаться, что-то притащить, выполнить задания. Но вместе это, во-первых, намного проще, намного результативнее и веселее. Да и в целом вы будете меньше гореть. Поскольку, вызывая какой-нибудь снаряд, который применяется на довольно большую площадь, не информируя об этом свою тиму, ждите того, что вы всех уничтожите. И такие вот ситуации, они очень частые, даже когда вы играете в команде, ибо кто-то пошел, например, в гущу у Мочилова, но вы, не заметив своего товарища, вызываете туда авиаудар. В итоге его разносят со всеми остальными. Дабы выполнить задачу на терминале, это, кстати, частая тема, это не всегда одна кнопка. Часть всего это либо комбинация, либо какая-то загадка, в которую вас должны прикрыть. И, чаще всего, они, опять же, на совместную работу. Если нужно передвинуть, к примеру, вышку, вы можете сделать это в одного, но вы каждый раз будете бегать туда-обратно, смотря, правильно ли вы это сделали, отчего вы будете просто тратить время, которое уменьшает вам количество получаемых бонусов. А с нормальной командой позвали другана, сказали, чтобы он крутанул, проконтролировали и пошли дальше. Когда ты чувствуешь в игре такое прямое взаимодействие, тебе все больше нравится эта игра. Но, несмотря на это, с самых прям первых минут создается ощущение, что это не особо дорогой проект, не сверх какой-то вылизанный, и это действительно так. В игре есть баги, вылеты, лагающие текстуры, на плойке там лютые проблемы с разрешением, в которых ты видишь меньше, чем 720p в меню, особенно при готовности войти в игру, и это капец как бросается в глаза. Но зато при игровом процессе проблем не так уж и много. По большему счету их две. Проблема с вылетом игры и проблема с серверами. И то, первое стало уже не таким частым явлением. Ну а что касаемо серверов, проблема у всех, поскольку игра выстрелила, оказалась популярной, и разрабы не были готовы к такому количеству онлайна, чего в быстром темпе пытаются все это решить. Но места все равно не хватает. В остальном оптимизация на консоли хороша, поскольку даже при большом количестве врагов и всяких стратагем фпс не падает, ну, по крайней мере, я вообще не замечал. Хейл Дайверс 2 цепляет прежде всего атмосферу и реального поля боя, где тебе не говорят, что нужно делать, чтобы выжить. Ты должен до этого домыслить сам, а также моментально принять решение, как выйти из жесткой ситуации, не забыв про задания. Поскольку иногда врагов настолько много, и они все с разных сторон, что ты начинаешь теряться, пытаешься помочь своим напарникам выжить, чтобы не потерять личные стратагемии на призыв. В итоге сдыхаешь сам и в течение минут 7 просто забываешь про основную задачу, делая лишь то, чтобы просто выжить. Мне лично это дает некий азартный шанс, в котором после победы на средней сложности ты хочешь еще большего месива и еще больше получаемых наград, от чего сложность повышаешь. А тут их, кстати, 9, да. В основном это классный динамичный шутан, в котором можно провести реально очень много времени, поскольку тут множество планет, сложностей, интересная прокачка, которая вмещает в себя реально полезные вещи. Мы, когда вот недавно играли на стриме, мне посоветовали прикупить ранец с патронами и просто их раздавать своим союзникам. Можете купить турель, которая капец как вам поможет при большом наплыве врагов, некий ранец, который даст вам прыжок, ну а также какую-нибудь пушку и так далее. То есть множество штук, которые открываются не с первых уровней, не за такой дешевый ценник, манят вас на их открытие. Единственное, что мне не особо понравилось в начале, так это малое количество основных оружий, которые выбиваются через медали за успешное выполнение заданий в батл пассе. И это дело не быстрое, особенно в начале, поскольку чтобы выбить что-то на следующей странице, тебе нужно потратить определенное количество медалей, чтобы открыть доступ к следующей, ну короче вот, ну просто батл пасс. Я лично привык, что подобное атрибута, именно основное оружие, должно быть куда более доступное и быстро выбиваемое, нежели так. Поскольку пробежав, ну наверное порядка 10 миссий, в итоге я играл с одним и тем же автоматом, ибо выбивать первые доступные в батл пассе оружие, которые не советуют, ну не очень хотелось бы. Да и по логике может выйти еще какой-нибудь пропуск, и если там будут оружие, то в будущем, если ты не будешь приобретать этот пропуск, то каких-то стволов у тебя просто может не оказаться. И я очень надеюсь, что они пересмотрят подобную тему и найдут какой-нибудь компромисс, добавив либо оружие побольше, или же с каким-нибудь гриндом без монетизации. В остальном проект очень кайфовый, очень приятный импакт от оружий и в целом управления. Разные встречающиеся враги от маленьких до больших, простых и бронированных, которому лучше подбирать определенное оружие и определенный вид боя. Кому-то нужно выстрелить в задницу, кому-то в голову и так далее. И все вот эти вот ситуации, которые происходят в игре, тебя заставляют в нее заходить все чаще. Мне лично больше всего в игре заставляет удовольствие, когда ты применяешь стратагему, и она попадает ровно в цель, ровняя с землей большую часть врагов. Единственное, очень не хватает еще большего масштаба, поскольку бегая по большей локации вчетвером, хотелось бы больше игроков, от чего бы месива и веселья было бы больше. Разработчики в целом это тоже понимают и возможно сделают рейды на 8 или даже 16 игроков. Конечно, десантов при этом будет дохнуть еще больше, но от этого только веселее. Как по мне, игрушка фаномы. Очень зайдет, если у вас есть верные онлайн товарищи, которые скрасят вас вечером в совместном пате. Ну а также, если вы хотите вот какого-то свежего глоточка. Надеюсь, что игра не зачахнет в скором времени, что получит множество обновлений и разнообразий, от чего интерес к ней только усилится. По идее, это и должно быть, ибо уже обещается, что будут полноценные мехи, в которых можно будет залезать, как в Titanfall, что также добавит клевок ситуаций и стратегических решений. Конечно, крайне обидно, что данный проект недоступен на Xbox, но может быть когда-то он выйдет и на нем. Сейчас даже петицию насчет этого подписывать, но мне кажется, она не особо поможет. Поэтому, если у вас есть плойка или ПК, нравится звездная тема, то я считаю, что стоит в это хотя бы попробовать поиграть. В общем, такое вот мнение, если обзорчик вам понравился, обязательно прожимайте лайкусик, подписывайтесь на канал, не забывайте писать свое мнение в комментариях и большое спасибо за просмотр. До новых встреч, демократы! Субтитры сделал DimaTorzok